Всем привет! С вами Юля. Сегодня 9 апреля 2024 год. Я вернулась с работы и решила снять видео. Точнее, я собралась силами, чтобы снять видео, потому что в последнее время очень много разных дел. У меня выходные обычно получаются занятыми, и времени на съемку не находилось. И сегодня я хочу немножко показать вам, что у меня навышивалось, какие у меня процессы в работе. Мы с вами не виделись почти полтора месяца примерно. И все дело в том, что весна на меня так повлиялась, что мне захотелось немножко обновить нашу квартиру и также наш домик в деревне. Знаете, весной всегда хочется чего-то новенького. А мне вот захотелось именно мелкие ремонтные работы провести. Не просто даже захотелось, но уже время пришло. В квартире я давно не красила стены, а у нас здесь именно покраска, не обои, а именно покраска. И я долго смотрела, поджидала время, думаю, ну все, пора. И так как я работаю, это время у меня только на выходных днях, соответственно. Вот, поэтому мы красили стены в квартире. Единственное, что в моей комнате еще не докрасили. Но прошлись только один раз, нужно еще второй раз. Вот, остались у нас двери. Потом есть у нас такие деревянные, как бы, как коробка специальная, которая закрывает батарею. Дальше нужно дверные проемы красить. Ну, в общем, еще есть работа. Два раза на выходных мы ездили в нашу деревню. Деревня у нас в Центральной Греции. Четыре часа езды. Не так-то, знаете, просто взял там и смотался. Вот, но так как мы тоже туда давненько не навещались, то там тоже собралось очень много разных таких работ. Убрать прилегающий участок, что-то покрасить, что-то обновить. Вот нам нужно еще кухню поменять. У нас, в принципе, весь дом уже в порядке. Все там сделано. Единственное, что вот кухня уже там совсем старенькая. Ее нужно поменять. Вот мы планировали на этих выходных поехать, заказать кухню. Но что-то у нас не складывается. Наверное, на следующих выходных поедем. Вот, на этих выходных я буду докрашивать, значит, свою комнату. Потом вот кондиционер нужно мне поменять. Шторы новые заказала. В общем, понимаете, вот одно за другим тянется. А время оно-то все-таки ограниченное. Понятно, что что-то делают люди. Но тоже нужно убрать, собрать, помыть потом. Обратно все поставить. Все это хлопотно туда-сюда таскаешь. Все эти вещи с одной комнаты в другую. Ну, в общем, вот такие вот они, житейские дела. Поэтому на вышивку, как вы понимаете, времени остается очень мало. Когда вот все это наработаешься, устанешь, потом уже вышивать, честно, не хочется. Но, тем не менее, я находила какие-то часики и потихоньку продвигала вышивку. Вот, чтобы вам было не совсем скучно слушать всю эту присказку, я сейчас разместила лошадку. Это набор Dimension старенький-старенький. Я иногда люблю покупать такие вот старинки и пробовать вышивать. Бывает иногда прям очень удачный, бывает средней удачности. Ну, кот в мешке, кому как повезет. Вот, с этим набором у меня тоже были сначала такие неоднозначные эмоции. Когда начала, попробовала в начале, вот в самом низу, тоже мне прям огорчилась. Но в процессе, когда стала делать некоторые замены, вышивка стала преображаться. И уже, в общем-то, все смотрится очень даже симпатично. Так, ну, это обложка, вот, и сама лошадка, в принципе, вы ее уже все практически посмотрели. Буду делать увеличение, чтобы вы могли рассмотреть какие-то детали. Дело в том, что, в принципе, я могла бы вам показать уже готовую работу, но я здесь кое-что буду переделывать, поэтому чуть-чуть, получается, не успела я завершить. Итак, давайте я вам покажу, что у меня здесь уже получилось. Буду подносить, показывать, чтобы вам было более видно. Я начинала вышивать снизу. Видите, здесь вот крестик. И я пыталась пасать эту вышивку бэкстичем. Делала сама бэкстич. И, ну, в принципе, видите, получается очень примитивно. Хотя на обложке так и заявлено, но всегда чего-то ждешь лучшего. Тем более, это Dimensions. Но оказалось, что нет. Здесь вот именно как заявлено, так оно и получается. Меня это вначале очень расстроило, но я решила, тем не менее, продолжать вышивку. Думаю, все равно что-то должно получиться, ну, более-менее симпатичным. Вот. Дальше я вышивала вот здесь. Вот эти цветочки, видите, без бэкстича. Смотрятся очень плоско, очень, как бы, просто. Так же было вышито и вот здесь розочки. Они там и гладью, и крестиком. И, как видите, я их распустила. Потому что я вышиваю вот этот участок. Решила вышивать полностью гладью. Конечно, мне было сложно, потому что вышивая вечером, уже глаза устают. И приходилось, конечно, всматриваться. Вот эти вот прям переплетения высчитывать, чтобы стежки ложились ровненько. Было мне, конечно, очень для глаз сложно. Я не смогла долго вышивать. Вышивала там часик, полтора откладывала, потому что очень напрягаются глаза. Вот. И, глядя на вот этот отшив, мне захотелось все остальные розы вышить тоже гладью. Ну, потому что гладью, вы уже поняли, смотрятся симпатичные. Вот вышились и вот эти розочки. Не совсем было понятно, каким цветом как вышивать. И на картинку смотрела, и по схеме пыталась разбираться. Ну, вот. Мне кажется, очень красиво получилось. И вот эти розочки, ленточки тоже гладью. Ленты гладью. Интересный опыт. Вот. И вот вышив вот это все, я подумала, что мне нужно вот эти розы тоже перешить, чтобы они не были такие, знаете, плоские, корявые. Внизу уже ничего не буду переделывать, а вот здесь, да. Но я устала от этой вышивки, поэтому, ну, не смогла дошить. Решила так, не буду себя мучить, иначе этой лошадке прямо от меня достанется. Решила ее отложить, чтобы отдохнула лошадка, и я от нее. Вот. И я думаю, что если все сложится хорошо, то в апреле будет финиш. Также здесь используется, вот видите, золотая ниточка. Она очень поблескивает, создает тоже такую красоту. Вот. И есть здесь лэйзи-дэйзи. Вот этот вот участок. Видите, вот они лэйзи-дэйзи. Целый вечер я на них потратила. Не знаю, камера будет фокусироваться или нет. Вот так. Целый вечер потратила, делала вот эти стежочки. Внутри французские узелочки. Вот здесь французские узелочки. Вот здесь вот. Есть такой разброс. Ну, я люблю вышивать французские узелочки. И есть такие крупные французские узелки. Они идут вот в таких вот участках, где какая-то гроздь, кисть, что-то тоже такое. Может, какой-то цветок. И вот мне осталось дошить вот эти вот крупные французские узелки. Они где-то здесь разбросаны. Сейчас через камеру мне плохо видно. Вот где-то здесь они у меня должны быть. Вот эта веточка. И нужно вышить вот эти розы. И все. И будет финиш. И из этой лошадки я буду делать подошку. Я вам говорила, что я изначально хотела подарить эту лошадку. Но мы поговорили с этой женщиной. И все-таки определили, что лучше такое что-то практичное. Мешочек. Помните, я шила с чайками. Вот он как раз в дорогу для всяких мелочей, для всяких вещей. Такой, знаете, объемный, хороший. Вот. И он ушел на подарок. А эта лошадка осталась мне. И я очень этому рада. Потому что вот в таком варианте, в преображенном, она мне нравится. И когда вышлется в подушку, я уже понимаю, что, конечно, у меня будут просить. Отдайте, подарите, пожалуйста. Но никому ее не отдам. Ну, может быть, только прям по какому-то специальному случаю. Так, будет хорошо смотреться в моей комнате. Очень симпатичная лошадка. Кстати, я перекрасила комод. Такой, знаете, светло-бежевый цвет. И у него даже такая немножко розовинка есть. Ну, светло-бежевый, может, отсвечивает. Я вам в конце видео покажу. Да, кстати, в моих ремонтных работах я, наконец-то, перекрасила комод. Тоже целый день у меня ушел. Мне пришлось его, ну, разобрать там эти шкафчики, открутить ручки. И там красила в три слоя. Муж, конечно, помогал. Потом все это сохло. Потом собирать. Потом вещи перебирать. В общем, вы понимаете, это целый день я тоже потратила на комод. Ну, я очень рада, потому что получилось классно. И прям комната преобразилась. Так, я все со своими ремонтами. Ну, я думаю, сейчас у многих будет потепление. Все равно то ли дача, то ли еще что-то. Все что-то красят, клеят, обновляются. В этом тоже есть своя прелесть. У меня в этом году муж купил много фруктовых деревьев. У нас здесь в Афинах есть свой дом с участком. Он там посадил. Деревни будет сажать. Розы там будем сажать. Ну, я, наверное, когда поедем, поснимаю вам какие-то зарисовки. И то, что вы там работали, тоже покажу вам в этом видео. В конце вставлю, потому что, наверное, не все любят смотреть там влоговые какие-то части. Ну, для тех, кому интересно, что-то я, думаю, добавлю. Вот, долго мы смотрели эту лошадку. Но это единственная работа, которая более-менее уже приближается к финишу. Есть что посмотреть. Поэтому она у нас послужила таким приятным фоном. Мы с вами поговорили обо всем, о домашних делах. Вот, и о вышивке. Кстати, это набор 92-го года. Вот сейчас смотрю на камни, да, 92-й год. Представляете, какой старенький рекордсмен. И вышиваю родными нитками. В принципе, хоть они тоненькие, но держатся, не расползаются. Вот, ну, я думаю, что все. Достаточно времени на работе. Переходим к следующим. Так, а следующее, это у нас, я вам говорила, что мне нужно сделать на подарок еще 4 сумочки. И будет использоваться там хардангер. Выбирала я схему от Виктории Сэмплер. Но, когда стала вышивать, я поняла, что она рассчитана для льна, более для тонкой ткани. А здесь у меня лугана. И все-таки вещь будет стираться, поэтому не очень подходила. Я немножко переделала уже в процессе схему. Ну, тоже симпатично получилось. У меня, значит, здесь 4 заготовки. Две полностью готовы, а две нужно еще дорабатывать. Вот, к примеру, вот эта заготовочка. Смотрите, как красиво получилось. Такое приятное сочетание цветов. Такой зеленый травянистый и желтенький спокойный. Вот, как бы все хорошо, но не хватает каких-то элементов. Нужно здесь что-то мне еще придумать, дошить. Вот я пробовала что-то здесь вышивать, но мне не понравилось. Распустила и остался вот пушок между переплетениями. Такое, как пятно. Ну, это пушок от ниток. Вот, здесь очень такой простой дизайн. Смотрите, как красиво смотрится. Вышивается все это очень быстро. Девочки мне пишут, хардангер, там, как это сложно бояться. Вот я тоже боялась. А раз попробовала, теперь не оторваться. Очень просто. Вот, прям, очень-очень просто. Получается эффектно. Вот такой вот один дизайн. Следующий дизайн уже другой. Здесь вышивала я одной ниточкой. Напомню, что вышивала я, вышиваю нитками перле, Котон, восьмерочка от ДМС. Анкор пробовала. Не очень мне понравились их нитки. У них скрутка рыхлая. А вот ДМС молодцы. И это меланж, по-моему, 67 номер или 69, уже сейчас не вспомню. Бежать за ними не буду. Видите, здесь он побольше получился, потому что здесь у меня такие вот элементы расходящиеся. И, в принципе, он у меня готов. Здесь больше ничего не нужно. Что точно буду шить, пока еще не придумала. То ли косметички, то ли сумочки, то ли что, не знаю. Ткани подобрала. Сейчас тоже вам принесу, покажу. Так, это что? Где изнанка? Это лицо. Вот такой еще дизайн. Он похож с первым зелененьким. Вот с этим, да. Но единственное, мне захотелось их сделать немножко разными. Конечно, цвета разные. Но и по дизайну я здесь делала вот такие вот шишечки. Напоминают у меня как снежинку, но потом ткани нашлись морские, поэтому это будет морская пена. Ну, тоже прикольно. Вот видите, вот без шишечек и с шишечками. Вот эти переплетения. Долго они у меня не получались. И в книге есть, и в видео смотрела. Знаете, вот какой-то ступор произошел, и я их так долго училась крутить. Но потом раз научишься, уже все, как велосипед. Вот. И вот такой еще четвертый. Многим девочкам понравились именно эти оттенки. Такой, знаете, мятный цвет. Ой, это изнанка. Молодец. Вот. Мятные оттенки. Желтый такой, солнечный. Очень красивый. Такой радостный. Получился элемент. Вот. Четыре дизайна готовы. Мне бы уже начать шить, но у меня над моим рабочим столом висит кондиционер, который мы открутили от стены. Но мастер никак не может к нам доехать. У него много работы. И поэтому я не могу сесть за свой рабочий стол. Жду мастера. Может сегодня приедет, случится чудо. Если нет, но я прям не знаю, что делать. Мне бы уже хочется и пошить. Вот такие красивые дизайны. Сейчас принесу вам ткань и покажу, какую ткань я подобрала к каждому из этих дизайнов. Так, ткани я сразу наутюжила. Я их водой опрыскала, чтобы не стирать. И наутюжила. Вот. Чтобы уже сразу можно было приступить к шитью. Буду вам показывать, какие я подобрала ткани. Вот у меня есть вот такая красивая. Это хлопок. Прям такой очень хороший, приятный. И он, вот этот отрез, точнее, идет у меня вот к этому дизайну. Мне кажется, будет очень здорово. Вот. Единственное, что я не знаю, что это будет. Может, косметичку лучше сделать, наверное. Все-таки девочкам дорогу будет полезно иметь какую-нибудь такую сумочку-косметичку. Вот. Как вы считаете? Мне кажется, здорово подходит. Есть еще у меня вот такая ткань. Но ее прям совсем мало. Вот. Даже еще лучше подходит. Но ее совсем мало. Нужно прям рассчитывать, рассчитывать аккуратно. Только на косметичку здесь. Нужно сидеть, считать. Вот. Даже прикольнее получается. Смотрите, как. Раз. И вот так вот. Два. Классно. Вот это, наверное, нужно оставлять. Даже если будет мешочек, тоже будет хорошо. Но нужно считать. Ткани прям очень мало. Прям маленький-маленький отрез. Вот. Значит, такой вот вариант. Дальше идем. Что тут я вытащу? Зеленый. Вот такой зеленый. С ним я долго мучилась. Вот к этому зеленому долго не могла подобрать ткань. Потому что ничего прям вот такого зеленого у меня нет. Но у меня нашлись вот такие травушки. Мне кажется, травушки сюда подходят. Потому что он сам, этот дизайн, как такой травянистый какой-то. Да? Вот. Вот. И как-то так. Так, так, так. Мне кажется, что интересно должно быть. Прикольно получается. Есть у меня еще ахра. Вот такой цвет. Но нет. Вот этот. Мне больше нравится. И внутрь сюда нужна подложка. Потому что здесь вот этот хардангер дырчатый. И для подложки я выбрала ахру. То есть здесь будет подклад специально идти вот под просвет. И внешняя ткань вот такая. Мне кажется, симпатично будет. Сочетается хорошо. Нежный такой травянистый будет дизайн. Ну, это ткань такая, знаете, по капризне. Не хлопок. Здесь что-то такое есть. И синтетика. Не знаю, как она называется. Но ничего. Посадим на фризелинчик. И все будет замечательно. Дальше. Вот. Удачно я вытащила. Так как я уже вам сказала, морская волна. К морской волне у нас что? Правильно, чайки. Я думаю, что чай многие любят. Море многие любят. Этот дизайн тоже кому-то понравится из девочек. Вот. Смотрите. Свежо. Очень так интересно. Такие вот чайки. Прикольно, да? Мне кажется, хорошо смотрится. Может тут и вышить по какой-нибудь чайке. Ну, где, конечно, их найдешь. Такой дизайн. Но что-то нужно дошить. Какой-то элемент. Пока не придумала. На внутреннюю часть вот такой вот просто мелкий горошек. Как раз и два отрезания одинакового размера. И вот что-то надо шить. Уже хочется шить. Давно я не сшила. Прям соскучилась. Так. И что осталось? И остался еще вот такой дизайн. К этому дизайну я выбрала сразу вот эту основу. Как только я вытащила свои ткани, первое подобралось это вот это. Потому что прям один в один ткань сочетается. И мне эта ткань очень-очень нравится. Я все ее крутила. Думаю, куда же мне тебя пристроить? Что же шить? Вот к этому дизайну идеально подходит. Ну, а она внутренно сидит вот беленькая. Вот видите, поэтому все лаконично. Здесь прорези нет, поэтому внутреннего подклада не нужно. А вот здесь, конечно, тоже будет нужно. Вот, не знаю какой. Нужно, конечно, темно-синий. Может быть и светлый. Не знаю, какой-то отрез нужно. Надо будет опять же смотреть, что у меня там есть. Ну да, светлый плохо смотрится. Дырочек не видно. Нужен синий. Или голубой. Ну, кусочек голубого на подклад, по-моему, у меня был, кстати. Да, вот что-то нужно такое поконтрастнее, чтобы были видны вот эти прорези, дырочки. Вот, такая у меня здесь история. Видите, ткани я насобирала. Все подготовила. Дизайны практически готовы. В принципе, если делать косметичку, и так может пойти. Но я буду думать, может быть, что-то я довышиваю. Сделаю какое-то оформление. Ну и сюда нужно подобрать на внутреннюю сторону что-то, на просветы. Вот такие вот красивые дизайны. Так, что еще? Так, делаю маленькую паузу и показываю вам, что еще у меня происходит. Итак, дело было вечером, как говорится, делать было нечего. Уставшая, уже прилегла себе, лежу и думаю, вот хочется повышивать, но сил нет. Но с другой стороны, так хочется повышивать. А что повышивать? Ну, конечно же, нужно начать что-то новое. Хотелось мне начать именно вот этот дизайн. Я его анонсировала. Но, знаете, меня останавливало, что нужно время. Все-таки нужна хорошая подготовка. Все-таки здесь основа большая. Думаю, ну как я начну? Лежала, лежала и подумала, да возьму просто начну. А что тут? Я же уже опытная. Вот, и начала. Смотрите, организация. Чем дальше, тем организация становится все проще и проще. Вот так вот. Все. Не красивые какие-то сумочки. Какая-то интересная организация. А вот так вот все. Все просто. Все. Очень просто. Все дело потому, что организация была... Ну, процесс начался за 15 минут. Я даже в Инстаграм делала пост. Ночной экспресс, да, вечером, прям вот хорошо вечером взяла и начала. Потому что вот пришло такое вдохновение. Я думаю, ну куда откладывать? Я этот дизайн, вот сколько я в Греции, столько я, в принципе, на него поглядывала. Мне здесь иногда попадался. Я все думала, ну надо купить. Такой же классный, такой хороший дизайн. И, ну, как-то все откладывала, откладывала. И вот благодаря нашему сотрудничеству с Ланарто-Вервако, я решила, думаю, ну, это вот тот шанс, это тот момент, когда нужно покупать и нужно начинать. Тем более я о них мечтала. И дизайн Ланарто, они очень интерьерные. Может быть, как бы, да, и смотрится вот просто цветок, да, частичная вышивка. Но у них, когда все это вышивается, это настолько красиво, настолько это впечатляюще, что, ну, сразу хочется бежать и вышивать. Поэтому с огромным удовольствием я сделала старт. Вышила пока немного, потому что было у меня всего пару вечеров. Но, тем не менее, вот у меня вышился, смотрите, вот такой листочек с бутончиком. И вот начало еще одного листочка. Здесь много белого, вышивалась быстро. Вышивала из центра. Центр, чтобы определить, кстати, основа 70 на 70 сантиметров. Не просто с ней работать. На раму никакой у меня такой рамы нет. Подворачивать тоже под клипсы нельзя. Она очень ломкая. Тут еще нанесен цвет, краска. Поэтому на больших кюснапах все остальное закручиваю, заворачиваю. Вот с центра начала. И поэтому вот так вот продвигаюсь вверх. Центр, чтобы определить, здесь есть вот с каждой стороны вот такая насечка. Поэтому нужно было складывать вот так по насечкам. сверху, снизу, слева, справа, да, определять центр. И центр у меня упал где-то вот здесь. Это получается, так, где-то, это где-то вот, так, так, где-то вот этот участок. Вот он где-то вот здесь, да, вот вышила вот этот кусочек, лист, да, и вот сейчас вышиваю вверх беленький цветочек. Вот так, пойду вверх, потом буду спускаться. Не очень я люблю спускаться, но так уж получается. Чтобы не ошибиться, решила прямо с центра, потом буду потихонечку спускаться. Очень люблю зеленые оттенки, легко вышивается. Схема понятная. Единственное, что у Ланарда схема гигантский. С ними работать не очень-то легко, но к всему можно приловчиться. Вот такой у меня парковщик для икл. Быстро, просто, эффективно, как говорится. Ну и нитки как были, я ничего их никуда не девала. Стараюсь не сильно их не ерзать, чтобы они у меня не разбежались. И организация у меня максимально простая. Просто такая ленивая, что ленивее больше не найдется. Вот так все это происходит. Раз, два. Вот. И в схемочку, и за резиночку. Да, откладывается пока у меня эта работа. Я бы ее вышивала и вышивала, не откладывая. Но откладывается, потому что у меня неожиданно, ну нет, неожиданно я говорила, что я буду делать подарки. У меня в этом году, почему-то все бы мне вспомнили. То Юля сидела со своими вышивками, никому как бы особо они были не нужны. А теперь всем стали нужны. Все что-то хотят, только отдельное. Как-то уже оценили. Вот. И в этом году пошли заказы, ну в смысле, по договоренности, да, на подарки. Вот. Хотят от меня рукодельное. И сейчас я вам покажу еще один старт. Вот. Человек сам, мы договорились, он сам выбирал дизайн. Моне очень любит. Сам выбирал, сам доставал, покупал, привозил, доставил мне. Теперь мне нужно вышивать. Изначально хотелось вышить к концу мая, но так как наборчик я получила немножко поздновато. И тут у меня такие ремонтные работы закипели. Но к концу мая точно не успею. Буду стараться к концу августа. В общем, я начала. Сколько могу, вышиваю каждый день. Стараюсь не терять дни. Ну и давайте покажу же я вам в станок, что я вам одну картинку-то показала, да. Итак, аржанты по мотивам картины Клода Моне. Размер 40 на 40 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 каунта нитками 6 акрил. Вот они эти ниточки. Цвета очень красивые. Смотрите, какие планшетки. Где-то совсем новенькие, где-то уже такие начатые. Потому что я уже вышиваю. Вот. Очень много ниток. Смотрите, да. Очень прикольно. Яркие, красивые нитки. Но, хочу вам сказать, не очень качественные. Вот я, у меня есть набор, который я вышиваю. Старенького Риолиса, где там еще все это было в моточках. Там нитки лучшего качества. Здесь есть нитки, перетираются, рвутся. Очень большой идет расход. Приходится вырезать. Хотя беру нитку очень короткую. Я знаю этот вариант. Но, тем не менее, не очень хорошее качество. Я не знаю, что они там сделали, какую замену с нитками. Но, к сожалению, нитки не хорошего качества. Ну, такого среднего. Не то, что прям совсем плохие. Среднего качества. Ну, будем надеяться, что мне хватит. С таким большим расходом ниток может не хватить. Вот с этой намоткой Риоли стали экономить нитки. Плюс с таким расходом, конечно, есть опаска, что ниток не хватит. Но, будем надеяться на лучшее. Вот, на данный момент вышито вот столько. Вышивая по бумаге. Схему в саге не искала. Потому что боюсь скачивать вот так вот непонятно что. Ну, не проверено, непонятно откуда. А потом ищи, да, откуда какие ошибки. Поэтому вышивая по бумаге. В принципе, вышивается легко. Схема понятна у Риолиса, четкая. И единственное, что здесь в новинку для меня и для Риолиса, это то, что здесь используются бленды. Используются полукресты и в две, и в одну нить. Вот, и кресты в одну нить. В общем, много здесь таких вот разных стежков. Обычно было только крест, а тут уже вот появляется объем. И вы видите, сколько уже вышито. Ярко получается, сочно. Такой, знаете, хороший участок. Красиво, красиво. Я с настроением вышиваю. Все эти цвета я люблю зеленые. Мне приятно их вышивать. Вот, покажу вам поближе. Конечно, ну, что тут смотреть только на красоту крестиков. Потому что, ну, такой дизайн, что нужно смотреть только со стороны. Вот. Вот, видите, вот одиночки светят. Не одиночки, а крест в одну нитку, простите. Есть пока просветы, где-то недошитые крестики. Ну, в целом, интересно. Вот, поэтому сейчас этот у меня процесс идет как основной. Мне приходится его, ну, приходится, я вот ставлю себе в план его вышивать. Прямо вот сколько сил хватит. Себя, конечно, мучить я не буду. Но буду вышивать, стараться его продвигать. Потом я уже заказала еще один набор. Мама выбрала. Ей тоже захотелось, чтобы я ей сделала такой рукодельный подарок. Хотя я и делала раньше, ну, уже много времени прошло. Человеку хочется чего-то новенького. Тоже нужно будет вышивать, вот. И хочу вам сказать по поводу тех дизайнов, которые вы выбирали. Я в начале года снимала видео о всех моих процессах. И вы голосовали за какие-то дизайны. Я это не забыла. Как бы от темы я не ухожу. Обязательно тоже их буду вышивать. Но, видите, вот в этом году такой сумбур пошел. То одно, то другое. Как бы, ну, есть какая-то первая очередность, появилась другая. Вот. Поэтому я сейчас вышиваю подарки. Если времени будет больше, буду вышивать и дизайны, которые вы голосовали. Нет, значит, с сентября я прям возьму за них и буду их вышивать до победного конца. Чтобы к концу года они были уже готовы. Вот. Такие у меня новости. Осталось мне вам показать пару всего дизайнов. Ну, и вот. Все, видите, немного в этом месяце рукодельного. Такие вот новости. Давайте я отключусь и покажу вам уже следующие дизайны. Так, хочу показать вам процесс, который я сейчас вышиваю на работе. Вот с работы сегодня захватила. Это Ланарте серия Романтик. Сара Мун. Он хотел сказать, снялся с производства. Нет, он есть, он в производстве. Так что, девочки, если кому-то нравится этот дизайн, мы можем привезти, заказать. Я напомню, что я привожу наборы фирмы Ланарта и Вервака. Даже сделала сайт. Сайт у нас есть рабочий, да. Если кому-то интересно. Я сделала группу в Фейсбуке. Давно просили. Но так как у меня был момент, меня взламывали. Потом, знаете, вот заново все это делать очень тяжело. Вот. И я создала группу. Начала заполнять. Пока процесс медленно идет. Потому что времени мало. Но уже можно зайти посмотреть ассортимент. Я ссылку оставлю. И можете заказать. Вот. Этот дизайн я покупала давно. Здесь у нас на распродаже. Сара Мун. Очень мне нравится этот дизайн. К ней еще есть и парная тоже девушка. Тоже у меня есть купленная. Но пока вот руки не дошли. Были у меня какие-то старты. Делала я. Вот. Чуть-чуть повышевала и отложила. И в этом году вспомнила. Думаю, возьму-ка я на работу. Попытаюсь там повышевать. Ну, честно вам скажу. Не самая лучшая идея. Потому что очень мелкий каунт. Леон. Леон. Соответствует 18 каунту. Так. Сейчас быстренько попробую найти. 35 размер. 35 размер. Но все равно какой-то мелкий. Он мелкий. Покажу вам вот эти милюсенькие. Крестики. Вышиваются в одну ниточку. Схема четкая, понятная. Но вот вышивается очень-очень сложно. Потому что вот прям переплетение. Ну, вот видите. Какое все меленькое. Вот. И не подумайте. На работе у меня времени не так, чтобы можно сесть и повышевать. Да. Там я какая-то дежурная. Не знаю. Нет. Работы очень много. Вот такие дни у нас сейчас. У нас летом работы мало. Летом можно повышевать. Бывает. А сейчас до лета у нас очень много людей, звонков. Просто вставить даже сделать кофе. Это нужно сосредоточиться. Но бывают такие моменты, когда мы задерживаемся. Мы часто задерживаемся. Ему что-то. Какие-то у него звонки. Встречи. А я в принципе уже как бы свободно. Людей нет. Я просто сижу, жду мужа. Вот в эти моменты я беру и вышиваю. И вышила здесь я совсем чуть-чуть. Вот такой вот маленький кусочек. Но даже этот маленький кусочек мне дался прямо, знаете, непросто. И, ну, несмотря на все сложности, хочу продолжать. Потому что дизайн очень интерьерный, очень классный. Я вообще загорелась в своей комнате, всю стену, завесить картинами, цветочной тематике. Подумаю еще в какой тематике. Да, оформить и все это завесить. Но я не хочу бить гвозди. Мы сейчас вот красили все гвозди, ребята повытаскивали, все замазали. Вот. Я хочу сделать вот эту музейную подвеску. Как она называется? Музейная система. Подскажите, как правильно называется? Если вы знаете, где у кого продается, с удовольствием куплю. Нет, придется здесь тоже своих ребят просить, чтобы они что-то придумывали. В общем, так как мне хочется менять картины, знаете, зима, весна. Картин много. Мне не хочется. Вот, знаешь, там прибил ее и все. Она несъемна. Хочется какой-то экспозиции менять это все, делать себе настроение. Может быть, даже сделать две таких стены. У меня есть возможность. Сейчас мы все, ну, после космического ремонта все выровняли, все стены. Все гвозди убрали. Картины все в шкафу. Ждут свои очереди. И вот такие вот картины легкие, воздушные, ланарты. Мне сейчас очень-очень хочется их вышивать. Хочется их размещать у себя в комнате. Вот такую красавицу. Две красавицы и цветы. Все это поразвесить. Будет очень классно. Вот, поэтому вышиваю и планирую, да, делать вот эту систему подвесов. И целую стену у себя в комнате хочу завесить полностью картинами, чтобы я ими любовалась. Такие у меня мысли. Но пока все в процессе. Но я думаю, что этот вопрос можно решить. В общем, вышиваю на пяльцах. Но я думаю, что лучше на кюснапах. Потому что, видите, она как заламливается. Причем это у меня здесь, скажите, деревянные пяльца. Они щадящие, тем не менее. Еще полоса осталась от складывания. Нужно будет стирать. Да, такой момент. Ну, ничего, отстирается все. Поэтому нужно поскорее вышивать и оформлять. Хочу в этом году оформить. Но мне нужна стена, куда буду все это вешать. Хочу какие-то цветочки оформлять. Ну, в общем, потом все вам покажу. У меня сегодня такой сумбур. То хочу, все хочу. А что, как, когда? Надо все это успевать делать. Подарки нужно успеть до конца мая наделать. То есть, говорю мужу, давай я тебе вышивать научу. Он пока отказывается. Так, что у меня с ковром? Ковру вообще мало досталось. Но, знаете, ковру много времени не надо. Я вот вечер посидела. И у меня тут сразу раз. И вот такой вот прирост. Парочку тюбиков, не тюбиков, моточков я сюда вплела. Напомню, что это у нас вот такой набор от фирмы, фирмы, простите, Вервака. Очень качественные наборы. Большой будет такой коврик. 55 сантиметров у него в диаметре. Здесь есть крючок. Я показывала, делала обзор. Крючочек есть. Есть лента, которой обшиваться будет по кругу. Сам этот коврик. Ниточки хорошие. В общем, все здесь качественно, классно. Кстати, тоже, кому интересно, можно будет заказать. Ну, не дешевое удовольствие, честно скажу. Тоже долго ходила вокруг да около. Но один такой коврик нужно иметь. Вот. У меня пока одним цветом все идет. Следующий подход. Хочу сразу сделать цветочек. Видите, вот такие вот здесь обозначения. Просто схематично. Цветовое пятно нужно будет его заполнять. Ну, делается все это очень-очень быстро. С обратной стороны. Вот так красиво. Вот так вот четенько вышивались бы так все крестики рядочками. Вот. Вот такой вот будет мак красивый. Красивые маки. Классно. Вот. Ну, что еще? Ну, вроде бы и все. Итак, у нас уже совсем вечер. Будем подводить итоги за этот месяц, за март. Ну, чуть-чуть больше, чем месяц. Финиша у меня не случилось. Но зато у меня есть работы, которые приближаются к финишу. Во-первых, это, конечно же, лошадка. Я думаю, что если все у нас случится, то в апреле месяце будет финиш. Дальше у меня есть готовые четыре дизайна. Это хардангер. Но еще не готовые изделия, потому что нужно будет сшить сумочки и косметички. Также у меня есть старты. Это вот ланарты калы. Небольшой старт, но тем не менее. Работа положена. Там коврик мой. Рабочий процесс. Сарамон. И аржантей. Которые вот тоже будут сейчас очень активно вышиваться. Вот такие у меня новости. Надеюсь, ничего не забыла. Ставлю вам какие-нибудь влоговые зарисовки. Жду от вас новостей. Если у вас есть информация по поводу подвесной системы. Вот этой музейной. Чтобы разместить картины на вот этих тросиках. Если есть информация, поделитесь ссылкой. Также приглашаю вас в группу в фейсбуке. Я заполняю сейчас альбомы. Данные там пока только по ланарте. Но будет еще вервака. И возможно еще и пэтчворк. Потому что ассортимент у этой фирмы очень большой. И честно, я пока еще изучаю весь ассортимент. Но есть новые наборы, новые дизайны. Много будет всего интересного у этой фирмы. Поэтому вас приглашаю. Вот. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока. Хочу показать вам картины, которые сейчас стоят у меня на комоде. Я все картины со стен уже собрала. Так как готовлюсь к покраске. Но некоторые картины не настолько мне дороги. И так хочется любоваться, что я вот здесь в комнате их расставила. К тому же, что они висят у меня в гостиной. И я не часто ими любуюсь. А вот здесь вот очень сильно захотелось еще немножечко ими полюбоваться. Это ланарте поцелуй. Давно вышивала. Очень люблю эту работу. Это Алиса. Фея розового сада. Как она хорошо вышивалась. Я вот бы ее еще раз вышила. Такая она красивая, нежная. Потрясающая работа. И рядышком, но она у меня как парная. Это старенький дизайн ланарте. Тоже очень давно вышивала. Ну, превосходный сюжет. Вот смотришь, но все здесь гармонично. Все очень приятно. Все очень красиво. И я вспомнила, что у меня есть набор с анютными глазками. Такие нежные цветы. Так вот хочется каких-то цветов еще повышивать. У меня сейчас скала, конечно, лежит на старт. Ну, вот прям не знаю, все хочется. Весны хочется, цветов хочется. Ну, у нас тепло, весна идет. Но все равно солнце по-другому уже греет. И совсем другие эмоции, впечатления. Хочется обновляться. Хочется чего-то интересного. Вот я тут дома затела небольшое обновление. Покрашу стены. Может быть, чуть-чуть чего-то изменю. Поэтому вот так вот. Тут у меня дорожка моя. Хардангер. Вот такие вот у меня новости. Пойду стирать ангелочка. С утра при дневном свете хочу показать вам, как я покрасила комод. Вот такой цвет получился. Нежно-бежевый. Немножко кажется, как с розоватым оттенком. Ну, это бежевый цвет. Очень красиво получилось. Комната преобразилась. Стала более светлой. Ну, я просто даже удивляюсь, как и раньше не додумалась его перекрасить. Ну, всему свое время. Получилось очень здорово. И на этом комоде моя дорожка преобразилась. Заграла совсем по-другому. Очень круто смотрится. Я прям никак не нарадуюсь. Самая-самая теперь моя любимая работа. Потому что красиво, практично. Ну, что сказать. Хардангер. Пробуйте, девочки. Это очень круто. Ну, вот здесь вот такая картина. Здесь висит мой поломанный кондиционер. Сейчас жду мастера, чтобы он приехал. Вот винтил. Кресло, конечно, буду менять. Вот пока еще я в процессе. Потому что время у меня ограничено. Я делаю это так вот. По чуть-чуть. Чуть-чуть на выходных. Какие-то вечера. Что-то доделываем. Здесь у меня такая ваза. И здесь ассорти из бескорню. И вот таких малышек разных. Стены чистые. Без картин. Хочу все-таки сделать здесь музейную систему. Музейную систему. И буду вешать на тросики картины. Пока все вот так. Ну, еще нужно мне покрасить вот эту коробку. Там эту батарею, двери. Еще есть что красить на выходных. В общем, покраска, я вижу, у нас новое хобби. Мы каждый выходной что-то красим. Ну, и балкон. Я говорила, что тоже мне нужно покрасить. У нас он не застеклен. У нас вот так вот стендами. Так отсвечивает. Вот там тенд. Ну, и стена, получается, внешняя. Тоже это все пачкается. И тоже нужно напылиться. Нужно все это покрасить, освежить. Вот такие вот у меня ремонтные настроения. Субтитры сделал DimaTorzok